Музыка Уважаемые коллеги, добрый день. Мы, значит, первое, что я хочу сказать, это поблагодарить организаторов форума за то, что они предоставили нам эту площадку и всех участников создания вот этой книжки. Это второе издание, но, насколько я понимаю, оно существенно было доработано и переработано. И это то, в чём мы все, наверное, очень нуждаемся. Это в создании совместных, принятых разными сторонами мнений, понимания того, как развивался мир, как развивались страны. Вы знаете, есть такая пословица у медийных людей – война продаётся лучше, чем мир. Именно поэтому мы видим среди наших публикаций, среди наших телевизионных передач очень много негатива и, как правило, гораздо меньше чего-то позитивного. Очень далеко не всегда есть желание найти общую точку зрения. Не компромисс, когда каждый вынужден уступать что-то в глубине души, понимая, что он недовольство сохраняет, понимая, что недоволен. А когда есть попытка найти решение, которое бы действительно было позитивным, которое бы устраивало, которое было бы приемлемым для обеих сторон. То, что называется win-win strategy, когда обе страны понимают, что они являются победителями, что они выиграли от того, что нашли общую точку зрения. Вот пример такой работы, мне кажется, это совместная работа австрийских и российских историков при написании этого учебника. Эта работа была поддержана таким новым институтом, который был создан по решению президентов двух стран, сочинским диалогом. Собственно говоря, создание сочинского диалога прислезло ту же самую цель – найти возможность совместной работы неофициальных, нечиновников, и даже не бизнесную. Это совместную работу представителей гражданских обществ, представителей людей из двух стран. Это очень здорово. Это уже не первое мероприятие. Знаете, не так давно госпожа Кнасель представляла свою книжку, которая написала книгу для детей, которая написала про биографию принца Савойского, которую мы перевели на русский язык и которую мы передали в нашу школу. Вот такие шаги, они, может быть, маленькие, но они очень помогают лучше понять друг друга. Я очень благодарен и участникам сочинского диалога, тем, кто активно работает. Главная цель, главный приоритет сочинского диалога, мы об этом говорили с моим сопредседателем, господином Лейтерем, заключается в том, чтобы в максимальной степени вовлечь вот в этот диалог молодых людей, школьников, студентов. Эта работа тоже идет. И, собственно, учебник, он, наверное, тоже будет этим сопротивлением. Люди должны лучше понимать друг друга. Чтобы понимать друг друга, надо знать историю друг друга. И надо относиться к этой истории с уважением. У нас такие сегодня напряженные дни. Они всегда напряженные, но так получилось, что как раз на время Гайдаровского форума выпали такие серьёзные изменения. И в связи с этим расписание было перестроено, какие-то круглые столы совместили. Поэтому я уже извинился. Александр Ганн Чабарьян, который сыграл очень важную роль в создании вот этого вот учебника, он сейчас включён в состав конституционной группы, которая обсуждает, готовит изменения, обсуждение наше изменение в Конституции и, возможно, осматривает этот процесс. И поэтому он звонил в сень с утра, он извинялся, я думаю, перед организаторами, перед своими друзьями и коллегами, спросил их, чтобы без него обязательно провели этот круглый стол. Ну и у меня тоже, к сожалению, параллельно с этим есть один круглый стол, которые были разнесены по времени и которые посвящён тоже очень важной проблеме, это проблема изменения климата, проблема, которая волнует нас всех, и которой, в общем, я принимал участие в организации, и я обещал, что я приду на него, там я должен выступать. Но поэтому я прошу прощения у всех присутствующих, что вот я скажу эти слова, и вместо того, чтобы послушать, что именно интересно, что звучит, я не буду убежать. Но, во-первых, я уверен, что мои коллеги, которые присутся здесь, всё мне передадут и расскажут. Во-вторых, что вот эта встреча, посвящённая взаимодействию России и Австрии, совместной истории, совместной работе, она точно не является такой, знаете, искусственно организованной. Это встреча, которая, это работа, которая будет продолжаться. Мы в марте уже встречаемся с нашими коллегами из Точинского геолога в Австрии. В этом году планируется полномасштабное пленарное заседание, которое будет приурочено к 100-летию Зальдовского фестиваля. И мы, то есть у нас есть несколько проектов для молодых, это совместные школы молодых учёных и студентов. Я так понимаю, что одна из этих школ посвящена как раз истории, да? Вот. Поэтому я думаю, я надеюсь, что с большинством присутствующих здесь мы ещё встретимся. Вот. А сейчас я хочу ещё раз всех поблагодарить, извиниться, что я должен уйти. Вот. Но, как говорится, мысленно с вами. Всего хорошего. И спасибо большое. Я желаю хорошей, успешной работы этого другого стола. Спасибо. Уважаемые коллеги, ещё раз добрый день. Как Андрей Александрович сказал, после вчерашнего выступления президента России, можно сказать, что вся Россия пришла в движение, и это коснулось в какой-то степени и нашей презентации. Академик Чубарьян, сопредседатель Российской Арктистской комиссии историков, который должен был вести и выступать на сегодняшней презентации, он сейчас находится, как сказал Андрей Александрович Фурсенко, он находится в той группе, которая собралась сейчас прямо в эти часы в Ново-Огарёво в резиденции президента страны и занимается разработкой документов, связанных с изменением Конституции. Мы продолжаем нашу презентацию. Александр Ганч Чубарьян попросил меня сказать несколько слов, что я и с большим удовольствием сделаю. Книга, которая сегодня представляется, это специальное пособие для учителей средних школ, гимназий России и Австрии, для студентов исторических факультетов, университетов и для всех, кто интересуется историей двух стран. Эта книга является результатом деятельности совместной комиссии историков России и Австрии. Комиссия эта была создана уже более 10 лет тому назад, и много было сделано. Сейчас не буду останавливаться, чтобы не отнимать время, но мы считаем в комиссии, что вот эта книга «Россия-Австрия. Вехи совместной истории» является одним из, можно сказать, главных достижений в работе комиссии. Во-первых, потому что эта книга писалась коллективом авторов, в каждой главе этой книги написана в соавторстве. С одной стороны, это ученый из Австрии, с другой стороны, его коллега, историк, ученый из России. И все, что в книге, все содержание, это результат, можно сказать, совместного взгляда на историю, результат определенного консенсуса, результат того, что позиции в интерпретации важнейших событий в истории России и Австрии в контексте мировой, в контексте европейской истории, они воспринимаются согласованно. Вы знаете, что в последнее время такие понятия, как историческая политика, конфликты исторической памяти, все чаще и чаще становятся достоянием уже более широких кругов, средства массовой информации оперируют этими понятиями. И я с удовольствием должен констатировать, что в отношении между российскими и австрийскими историками и в отношении между нашими странами эти понятия, они сведены до минимума. О чем свидетельствует как раз то, что эта книга была сделана, выпущена, и уже сегодня мы представляем второе издание этой книги. Как я уже говорил, все главы этого учебного пособия написаны совместно учеными России и Австрии, и этим самым достигнуто определенное взаимопонимание на вехе нашей совместной истории. То, что появилось второе издание этой книги, большая заслуга форума общественности «Сочинский диалог», который впервые, теперь уже в прошлом году, в начале прошлого года провел первое свое заседание. В этом году будет, как уже сказал Андрей Александрович Фурсенко, пройдет второе заседание «Сочинского диалога». И то, что деятельность совместной комиссии историков приветствуется и поощряется руководством этого форума, как с российской, так и с австрийской стороны, об этом свидетельствует то, что книга издана при поддержке, при финансовой, прежде всего, поддержке этого форума общественности «Сочинский диалог». И деятельность Российско-Австрийской школы молодых историков она тоже пройдет при поддержке этого форума. Поэтому я поздравляю всех причастных к созданию этой книги. Прежде всего, хочу поприветствовать наших австрийских коллег во главе с профессором Карнером, сопредседателям комиссии, которые приехали на презентацию. И хочу поблагодарить руководство форума и всех, кто причастен был к появлению этой, не побоюсь этого слова, чудесной книги. А теперь я хочу с большим удовольствием передать слово сопредседателю комиссии профессору Штефану Карнеру, который, ну, может быть, глядя с австрийской стороны, скажет, как он видит то, что в России появилось уже второе издание нашего совместного труда. Пожалуйста, профессор. Спасибо большое. Я бы только хотел вас приветствовать здесь, всех, которые сегодня пришли сюда на эту презентацию. Спасибо за присутствие. Я особенно с радостью вижу несколько авторов этой книги здесь, несколько людей, друзей, которые вместе с нами сделали эту книгу, которые, так сказать, помогли из разных видов, так сказать, большое вам всем спасибо. Я вижу здесь, если я смотрю на русскую сторону, так сказать, госпожу Баринову, я вижу президента и ректора РГГУ с удовольствием, я вижу господина профессора Ристофорова, Алексея Филитова, господина Прозуменщикова и госпожа Казарина из Эргани. Если я здесь, господина, конечно, Сорокина из Эргаспи. И потом, если я здесь посмотрю, еще Марию Петрову, конечно, вице-ректора РГГУ Ольгу Павленко. И если я там посмотрю, госпожу Хованову. И если я кого-то пропущу, господина Никифорова, спасибо, что пришел сюда. Спасибо тебе. Так, если я кого-то пропустил, извиняюсь. С австрийской стороны я вижу здесь госпожу Искру Шварц, потом господина Вольфганга Мюллера и особенно из нашего посольства советника госпожу Грисмая. Спасибо, что вы пришли сюда и передаете нашему послу, которому невозможно сюда приехать сегодня из-за разных причин, особенно из-за важных причин. Извините, только передайте ему хороший привет и благодарность. Так, пару слов к книге. Наша история, это совместная история Австрии-Россия, которую мы представим здесь, имеет давние корни, каждому это ясно. История тянется многие столетия. Она, может быть, как можно сказать, сплетена в разных видах, в политике, в экономике, в культуре. Может быть, и чисто по-человечески. Если, например, мы думаем о военнопленных, ваших, у нас, наших, у вас. Если мы думаем о принудительных рабочих ваших у нас. Если мы думаем и подумаем о, ну, дети войны у нас, у вас, и так дальше. Эта история и по-человечески сплетена. И это мы хотели все, каждый в своей статье хотели показать, что это не только большая высокая политика. Это нас связывает и человеческие нитки, ниты и так дальше. В нашей книге покажем вехи совместной истории. Всего одиннадцать вех. Одиннадцать. Я хочу только, потому что потом будут еще более детально другие говорить. Вот эти вехи начинаются с Гервенштейном, пятнадцатое столетие, из Кашвадз, потом будут об этом еще более подробно говорить. Через Наполеона. Наши были тоже в Москве в составе французской армии. Венский конгресс, который навел новый европейский порядок. Ваш царь Александр, наш или немецкий, как можно, и так, и так. Метаних и так дальше. Революция сорок восьмого года прапрошлого столетия. Потом неожиданная реакция Австрии в Крымской войне. Очень трогательная. Пятнадцать четвертый год девятнадцатого столетия. Проблемы пансловизма, особенно на Балканах. Конечно, сопротивление обеих государств в этой тематике на Балканах. Потом союз трех императоров, Шенпрунская декларация и так дальше. Берлинская конференция тоже посвящена Балканскому вопросу. Первая война. Потом ужасные битвы в Галиции, в Сербии. Миллионы павших, раненых, военнопленных. Знаете, позавчера я был у мэра города Вены. Я впервые узнал, что из первой войны военнопленных и, так сказать, русских, которые лежат еще в венской земле, тысячи из первой войны. Мы ухаживаем за этими могилами. Но это значит, для меня это было тоже удивительно, что так много людей. Все по именам, по фамилии, по списку можно их посмотреть. Распад обоих империй, потом вторая война, вторая мировая война, австрийцы как солдаты немецкого вермахта. 135 тысяч австрийцев было в ваших лагерях ГУП ВИНКВД. 135 зарегистрированных, и 90 тысяч ваших соотечественников из Второй мировой войны и послевоенного периода лежат в австрийской земле. 90 тысяч их. Это колоссальная цифра. И каждый имеет свою судьбу. Каждая семья тронут на это. Памятник Вини на площади Шватценберга, конечно, тоже важный момент. Потом все, что связано с нашим госдоговором 1955 года, это целая история, конечно, и, конечно, потом встреча Кеннеди Хрущева в Вене. Вена показалась как место для обсуждения разных мировых проблем. Кеннеди Хрущев, 1961 год. Первая встреча лидеров, так сказать, сверхдержав в мире. Потом очень важный 68-й год. Не только пражская весна, а две недели попозже первый газ из России на запад через Австрию. Первое сентября 68-й год. Процесс СБСЕ, ОБСЕ, как вы знаете, организация масштабного характера с штаб-квартиром в Вене. Хочу заканчивать. Здесь еще, конечно, очень важная тема, которую обсудил Виктор Ищенко. Эмиграция евреев из Советского Союза через Австрию, 2 миллиона или сколько, 70-е годы, эра Крайского. Потом самое последнее, отношения после падения коммунистических режимов. Эту главу написала особенно госпожа Ольга Павленко. Значит, вот эти вехи. Есть, конечно, еще другие моменты, другие проблемы, другие вехи. Но мы сосредоточились на этой вехе. Из-за этого хотел всем поблагодарить Академию наук, нашему хорошему другу, моему сопредседателю Александру Чубаряну. Тебе, Виктор Ищенко, огромное спасибо. Мария Петрова и тебе большое спасибо за все, что вы сделали всем авторам и издательствам. И я желаю этой книги, чтобы многие люди не только купили эту книгу и поставили дома куда-то, а ее читали тоже, особенно молодежь. И мы будем все сделать в нашей комиссии и в нашей летней школе, чтобы эта книга потом была прочитана и молодым людям. Спасибо вам огромное. Спасибо, профессор Карнер. Спасибо за ваши слова, за признание тех заслуг, которые участники и создатели этой книги имеют сейчас. И вы упомянули, назвали цифру 90 тысяч бывших советских граждан, в том числе и российских, которые покоятся в земле Австрии после Второй мировой войны. И в год 75-летия победы над нацизмом мы не можем не вспомнить ту работу, которую провел недавно ушедший из жизни Петр Сиксель, и который, по сути дела, и дал нам возможность узнать имена этих людей. И в этом тоже одна из заслуг комиссии, в этом тоже одно из направлений, которым занималась Российско-Австрийская комиссия историков. Эта книга и многие другие вехи совместной истории, изучение этих вех совместной истории, о которых говорил профессор Карнер, стали возможным благодаря поддержке Министерства иностранных дел и Российской Федерации, и Австрийской Республики. Я с большим удовольствием хотел бы предоставить слово члену нашей комиссии, директору историко-документального департамента Министерства иностранных дел России Надежде Михайловне Бариновой. Пожалуйста, Надежде Михайловне. Спасибо. Уважаемый профессор Карнер, вы сегодня в сложной роли представляете руководство Российско-Австрийской совместной комиссии историков. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мне представляется очень показательным и очень важным, что презентация этого замечательного труда проходит в рамках очередной сессии сочинского диалога, само создание которого служит подтверждением зрелости отношений между нашими странами, является знаком того, что они развиваются в позитивном ключе, отличаются стабильностью и предсказуемостью. Это очень важно в нашем, как сейчас принято говорить, не очень спокойном мире. За последние десятилетия действительно Австрия и Россия создали очень эффективные механизмы взаимодействия, двустороннего общения, которые охватывают практически все стороны человеческой жизни, начиная от политической, экономической, культурной и, конечно, исторической науки, чему свидетельством является сегодняшняя презентация учебного пособия. Мне уже приходилось делиться своими впечатлениями об этом издании. И вот его переиздание исправленное и дополненное. Вы знаете, я в этом вижу очень позитивный знак того, что мы с вами причастны чему-то очень важному, очень своевременному, очень востребованному, а именно тому, что эта книга, она не просто книга для чтения, она обращена к будущему, и в этом ее неприходящее значение. И я бы сказала, что здесь нарождается не просто практика определенная, но и новая традиция, которая, еще раз повторю, важна тем, что она обращена в будущее. Для российской стороны это третий проект, плод совместного труда историков двух стран в рамках деятельности совместных комиссий историков. И мне представляется, что вот слово «совместный» здесь ключевое, здесь очень важное. И оно, опять же, на мой взгляд, очень удачно вписано и в название труда вехи совместной истории. Это не тавтология и как бы не скутать словарного запаса составителей. Это признание той реальности, что у нас действительно общая история. Хороша она или плоха, но это наша общая история, наше общее прошлое, и это реальность, которую изменить нельзя. Вы только вдумайтесь, российско-австрийские отношения восходят к 15 веку. Нашим дипломатическим отношениям уже 530 лет. Нам есть чем гордиться, нам есть на каком опыте основываться. Наши народы действительно связывают многолетний исторический опыт взаимодействия, ну, можно сказать, практически во всех областях. А вот осмысление этого большого многовекового опыта, преодоление каких-то клише, каких-то стереотипов, которые совершенно естественно являются признаками формирования коллективной памяти, вот это для нас, для историков, для политиков, для дипломатов, это насущная задача, которую надо решать, и надо решать именно сейчас. И в этом нас убеждают многочисленные вызовы и угрозы 21 века. И мне кажется, очень важно, я хочу подчеркнуть мысль, которая прозвучала и в выступлении Виктора Владимировича, и в выступлении профессора Карнера. Очень важно, что эта книга – это плод консенсусных подходов, которые были лишены субъективизма и, я бы сказала даже так, исторической ограниченности. Думаю, что говорить о той опасности, которая таится в передергивании исторических фактов, в конъюнктурном подходе к истории, в использовании исторической науки в политических целях, вот в этой аудитории излишне. Но помнить об этом мы должны всегда. Я хотела бы только в этой связи подчеркнуть, что вот такая научная честность и очень трепетное, бережное отношение к источникам, которые продемонстрировали авторы и составители этой книги, они являются бесспорным плюсом, особенно в отношении того, что, как я уже говорила, книга обращена к молодежи, к тем, кто родился, возможно, уже в XXI веке, и к тому, кто совершенно точно будет определять повестку этого века. Охватывая многовековой период, книга дает объективную и научно выверенную картину развития двусторонних связей. И очень разнообразную, на пути которой, об этом говорил профессор Карнер, были и охлаждения, и войны, и социальные катаклизмы. Но мне кажется, очень важно, что составители в рамках обозначенной адресной направленности проявили широту подходов к темам, и им удалось в достаточно небольшом объеме разместить насыщенный и очень разнообразный исторический материал. Более того, мне кажется, несомненной удачей являются исторические врезки справочной и иллюстрации, ну а также цитаты, отсылка к мудрым – это очень важно для нас. Ну, вообще, надо сказать, что публикация очень богата по содержанию и привлекательно, конечно, и интересно внешне. Я убеждена, что книга найдет своего читателя и будет способствовать выработке у нашей молодежи более широкого взгляда на вехи совместной истории наших двух стран, представленные в контексте мировой истории. И еще один момент. Я в данном случае, как говорится, человек со стороны. Я не участвовала в написании этой книги, хотя болела за нее. И вот говоря о научной ответственности, о бережном отношении к источникам, я должна еще подчеркнуть то особое уважительную атмосферу, то стремление к взаимопониманию и то желание в полной мере приложить свои творческие силы при создании этой книги, оно, конечно, отмечало творческий коллектив. Поэтому от души хочу поздравить авторов и составителей с выходом второго издания и пожелать много новых, интересных проектов. Спасибо большое за внимание. Надежда Михайловна, большое спасибо за ваши слова. Я только в одном бы позволил себе немножко не согласиться. Это с вашим утверждением, что вы человек со стороны. Вы не человек со стороны, вы член Российско-Австрийской комиссии историков. И по всем принципиальным вопросам, которые обсуждались на заседаниях комиссии, когда решался вопрос о этом пособии, об этой книге, вы принимали самое деятельное участие. Это, во-первых, а во-вторых, историко-документальный департамент, как бы без него была написана, без архивов ваших, как бы была написана эта книга и вообще смогла ли она быть такой, какой она есть. Виктор Владимирович, извините, спасибо большое за оценку труда моих коллег. Я непременно передам. И сторонним человеком называл себя в том смысле, что, к сожалению, не вошла в список авторов и составителей этой книги. Когда мы будем готовить третье издание, а оно наверняка будет, мы учтем это обстоятельство. Я думаю, что вы к тому времени напишите целую главу о том, как архивисты России и Австрии совместно работают для того, чтобы история стала не только достоянием людей, историков, которые сидят в архивах, оно и стало достоянием широкой общественности. Я надеюсь, что это будет очень хорошая глава. А теперь я уже говорил, что мы с комиссией, я имею в виду комиссия историков, очень благодарны и Министерству иностранных дел Австрийской Республики, и в особенности посольству Австрийской Республики здесь, в Москве, за все время существования комиссии очень много мероприятий. Почти все важные мероприятия, которые характеризуют вехи истории работы комиссии, я бы так это перефразировал, они так или иначе нашли свое отражение в мероприятиях, которые проводило посольство Австрии здесь, в Москве. И я с большим удовольствием хочу предоставить слово первому секретарю посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, госпожа Николь Грисмайер. Я очень рада тому, что сегодня я представляю посла Австрийской Республики, и могу сказать в его отсутствии несколько слов. Здесь уже говорилось о том, что Австрия и Россия не только связывают тесные исторические взаимоотношения, но и другие сферы. Это политические, экономические, культурные связи. Идет? Перевод идет? Как уже здесь говорила предыдущая госпожа, нас связывают. Не только исторические взаимоотношения, но и очень тесные взаимоотношения, контакты, в политическом, в культурном, в экономическом, в этих сферах. Мы, конечно, в посольстве пытаемся определенную акцентуацию делать, для того, чтобы каким-то образом помочь этому развитию, закрепить полученные результаты. Могу сказать лишь о таких мероприятиях, как совместные тематические годы в культурной области, которые мы в течение многих лет проводим совместно. И в этом году это будет двойной перекрестный год литературы. Кооперация в научной сфере – это очень важный вклад в формирование межгосударственных отношений, потому что, вы знаете, именно интернациональное сотрудничество – это почва, которая подпитывает наши взаимоотношения в этой области. И, как уже говорилось, вот уже более десяти лет Астрийско-российская комиссия историков работает над анализом нашей совместной истории и о том, каким образом высветить эти отношения. И еще одна инициатива. В предыдущем году, в мае месяце, были оба президента наших государств, которые присутствовали на сочинском диалоге. Это действительно форум российского и австрийских гражданских обществ, о чем говорил господин Форсенке. Он служит укреплению наших взаимных отношений, прежде всего взаимоотношений между гражданскими обществами. Это формат и очень важный сочинский диалог. И это проявляется хотя бы в том, что экономический форум в Санкт-Петербурге в июне прошлого года и нынешний Гадаровский форум, это такая платформа, которая дает возможность обменяться мнениями в области наших гражданских обществ. Это и во Франции было так, и в других государствах. Но я хотел бы сказать, что это очень важная платформа, посвященная вопросам гражданских обществ. Способность, воля вести диалог, это само по себе уже очень важно. Но особенно важно, когда диалог ведет к конкретным еще темам результатов. И в этом смысле я хотел бы поблагодарить представителей Российского бюро сочинского диалога за поддержку, которую они оказали при реализации вот этого проекта, которую они оказывают нам по-прежнему поддержку. Я думаю, что нам удастся провести в будущем совместные двусторонние отношения. Мы запланировали кое-что на будущий год, и будем очень активно работать на этих реализациях. Спасибо за внимание. Фрау Грисмайер. Спасибо, госпожа Грисмайер, за ваши приветственные слова. Ваши слова, за ваше приветствие. А теперь я бы хотел, чтобы выступили авторы этой книги. Рассказали, может быть, как им работалось в соавторстве с учеными из другой страны. Было ли это трудно или было это легко, были ли проблемы или проблем не было. Это всегда интересно. И первым, кому я хочу предоставить слово, это госпожа Искра Шварц. Это профессор Института восточноевропейской истории Венского университета. Моё выступление будет немножко в другом плане. Дорогие коллеги и гости этого форума, я начну коротким примером. В 1717 году ганноверский резидент при русском дворе Фридрих Кристиан Вейбер отметил в своём труде преображённая Россией интересный исторический факт. Цитат. Конец цитат. Как известно, Пётр приказал ту же грамоту перевести и опубликовать. А несколько лет спустя, в 1721 году, этот документ послужил непровержимым доказательством принадлежности данного титула всероссийским государям, и Пётр I был официально коронован как император. Эта история очень показательна. С одной стороны, она рассказывает о том, какие были взаимоотношения обеих стран в периоде раннего нового времени, а с другой, как 200 лет спустя эти ранние взаимоотношения стали прецедентом и одним из основных аргументов для присвоения императорского титула российского государя. Очень часто в истории мы имеем дело с историческими фактами и процессами, которые столетия спустя оказывают влияние на политический климат в билатеральных взаимоотношениях. Сборник, который мы сегодня презентируем, называется «Россия и Австрия. Вехи совместной истории». Но в нём не только стационен геммайзаме гешихте, а часто, как в новом времени, прослеживается красную нить – континутет во взаимоотношениях и стратегических планах. Почему? Чем определялась политика, что сближало и разделяло интересы обеих стран? Авторы сборника – профессиональные историки, которые старались в своих научных разысканиях дать ответ на этот вопрос. В отличие от учебников, учебные пособия, как этот сборник, могут включать не только общепризнанные знания и положения, но и спорные вопросы, демонстрирующие разные точки зрения на решение той или иной проблемы. Поэтому сборник представляет интересы для широкого круга читателей. История взаимоотношений России и Австрии, как уже много раз упоминалось, имеет давние корни. Первые зафиксированные факты относятся к второй половине XV века. Именно в этот период австрийский эрцхерцог из 11 Габсбургов удалось закрепить за собой престол императора Священной Римской империи и консолидировать наследственные владения. Двойственность государственного права статуса Габсбургов оказала влияние на формирование внешнеполитического курса. Для реализации внешнеполитических задач они искали сотрудничество с государями молодого московского государства. Во второй половине XV века государстве шоу-паратист консолидации земель и возвышения. После присоединения Новгородской республики в 1478 году Великое Московское княжество стало самым большим по площадям государств в Европе. Габсбурги пытались включить его в союзную систему центральноевропейских держав в качестве противовеса османской экспансии и, кроме того, рассматривали московитов как потенциальных партнеров в борьбе с польской династией Егеллонов за влияние Восточной Европы. Именно в этом периоде отправляет Максимилиан I Василию упомянутую грамоту. Именно в этом периоде приезжает в Москву два раз императорский посоль Сигмунд фон Херберштайн. Нам всеми известны его знаменитое произведение «Реру мусковит крарум комментарии». Особенно интенсивными были дипломатические связи во второй половине XVI века. Например, во время переговоров о наследовании престолов в польско-литовском государстве. Так русский царь Иван IV поддержал кандидатуру Максимилиана II на польский трон в 1976 году, не исключая, что при благоприятных обстоятельствах ему удастся разделить Польшу между двумя государствами, которые сам император предлагал царю в 1574 году. После заключения мирных договоров Мюнстериос на Брюке в 1648 году, с которым завершила Тридцатилетная война, в Европе сложилась новая система межгосударственных отношений, основанная на принципах суверенитета и равенства. Великий князь Московский, Магнус Дугс Московия, был назван Вествальским договором с союзником Швеции, которая наряду с Францией стала державой гарантов этого мира. Таким образом, в правовом отношении российское государство вошло в так называемые республики Кристиана и все больше вовлекало в систему международных отношений Европы. Но истинно новое сближение произошло во времена Петра Великого. На этом повлияли не только взаимные интересы, а еще и встречи Петра в Вене с императором Леопольдом. Новым политическим инструментом эпохи было учреждение в обеих столицах постоянных дипломатических представительств. Первым российским послом в 1701 году был князь Петр Алексеевич Голицын, а с австрийской стороны – Оту Антон Плеер. Следующим шагом было вхождение России в системе европейских государств на основании бракосочетаний. Всем известно, что Шарлотта Кристина Софии Брауншвайн-Волфенбютовская была сестра Элизабеты Кристины, супруга императора Карла VI. С возвеличением России в европейских делах формирование союза между Россией и Австрией стало частью политики обеих государств. Такой союз был подписан в 1726 году, так называемый Венский союзный военный договор, ставший основой одного из самых продолжительных альянсов истории нового времени и одним из самых стабильных элементов международной политики XVIII века. Обе монархии выступали союзниками во время войны за польское наследство в 1933-1938 году, войны за австрийское наследство с 1740-1948 года, семилетные войны с 1956-1963 года. Вот так примерно выглядело сближение обеих стран до конца XVIII века. Об этом и о многих других аспектах, которые касаются культурную политику и другие страны взаимоотношений, вы найдете информацию в нашем сборнике. Спасибо. Спасибо, госпожа Шварц. Вы действительно нарисовали перед нами очень такую краткую, но очень широкую по своему хронологическому охвату, картину, то, что можно узнать и о чем можно почитать в этой книге. А теперь я хотел, чтобы мы из этого периода, периода средних веков и нового времени перенеслись в XX век. И я с удовольствием предоставляю слово проректору Российского государственного гуманитарного университета профессору Ольге Вячеславовне Павленко, которая являлась одним из авторов этой книги. И как раз ее главы, которые она писала, они и посвящены взаимоотношениям России и Австрии, сотрудничеству России и Австрии и всему тому, что связывает наши страны в XX веке. Пожалуйста, Ольга Витальевна. Я была первому проректору. Первому проректору. Спасибо за то, что вы мне подсказали. Спасибо большое, Виктор Владимирович. Дорогие коллеги, самое главное, когда мы приступаем к такому проекту огромному, это, как уже многие говорили, это взаимное доверие, уважение и то, что мы знаем среду. Это высокий профессиональный научный уровень. Поскольку вот эта книга родилась уже тогда, когда были созданы очень крупные проекты совместные. С 2005 года в рамках Российско-Австрийской комиссии мы уже работаем над очень сложными проектами, большими, крупными. И это большое, конечно, достижение Штефана Карнера и Александра Аганчича Чубарьяна, что была создана большая, мощная сеть, научная сеть очень крупных ученых из разных стран, и не только из России, из Австрии, но и из Соединенных Штатов, из Франции, из Германии, из Великобритании. Самые серьезные ученые, Оксфорд, Гарвард, Сьенспо и многие другие, Мюнхенский институт современной истории, это было очень важно. И чтобы вот в этом плавильном котле научном были созданы такие крупные исследования, которые посвящены первому этапу Холодной войны, 45-55-й, встречу Хрущева и Кеннеди, Карибский кризис 62-го года, но с выходом вплоть до Карибского кризиса, пражской весне 68-го года, посвящены распаду Советского Союза и Восточного блока 89-го года, и сейчас мы работаем над крупнейшим и очень интересным проектом, разрядкой международной напряженности, 64-75-й год. И то, что все ученые с разной интеллектуальной традицией, с разными школами историографическими и разными подходами, но мы все вместе работаем над проектом и мы создаем этот общий труд, находя вот этот win-win strategies, как говорил Андрей Александрович, находя общий подход, это прекрасный пример действительно взаимопонимания и продвижения научных результатов, и они были бы невозможны без наших архивов. В историко-архивном, в РГГУ, архивы, ну, это, по сути дела, это с большой буквы всегда, потому что только архивы дают нам возможность говорить с позиции правды, дают нам возможность отсечь идеологические спекуляции, дают нам возможность найти общую позицию, win-win strategies, только на основе архивов. Поэтому и архив внешней политики Российской Федерации, и, конечно, Надежда Михайловна сделала очень много, и без их публикаций блестящих, МИД в период Первой мировой войны, дневники князя Урусова, невозможно было бы нам с Вольфгангом написать большую главу по второй половине XIX века, вплоть до Первой мировой войны. Без вас, без ваших публикаций, это было бы невозможно сделать. Без публикаций и крупнейших фондов органи, Михаил Юрьевич, Ирина присутствуют здесь, невозможно было бы решить очень сложные вопросы второй половины XX века, потому что это блистательные публикации. То, что сделал Василий Степанович, рассекречил такое количество важнейших документов из архива КГБ, это тоже дало возможность говорить на, так сказать, общем языке. То, что архив РГАСПИ, который как раз профессор Сорокин возглавляет, и публикации эти блестящие, дали возможность создать общий вот этот контекст. И, конечно, ГАРФ. То есть низкий поклон архивам нашим, потому что без архивных документов и материалов таких бы проектов не состоялось. И, конечно, когда мы берем эту книгу, и как она сделана, и как она полиографически выверена и сделана, какие здесь прекрасные публикации, конечно, низкий поклон и издательству, и Леониду Викторовичу Шипову, директору издательства, и главному редактору Людмиле Николаевне, потому что это очень хороший пример. Ее приятно брать в руки. Спасибо вам огромное. И, конечно, всем коллегам большое спасибо, потому что мы, когда с профессором Карнером писали главу о современности, выверялось каждое, каждое предложение. Это многочасовые были переговоры со Штефаном. Каждый график, каждая диаграмма, каждая фраза, мы действительно ее оттачивали многократно, потому что это очень сложно. С Вольгангом Мюллером, когда мы говорили о Первой мировой войне, вот в самом таком тяжелом периоде противостояния между Россией и Австрией, какие у нас были дискуссии. Это просто накаливалось, такой был накал, и потом даже, после уже, когда книга была сдана в издательство, Вольганг сделал в Вене многочасовые, 8 часов мы говорили, приехали американцы, австрийцы, немцы, русские. Мы говорили об июльском кризисе 2014 года, что же все-таки подвигло на Первую мировую войну. И тогда мы, наконец, нашли консенсус. Когда мы с Петером Ругенталером о нейтралитете, и с Барбарой Штельцелл Маркс, это тоже очень большой опыт. Но мы находим этот консенсус, и это самое главное. Поэтому я думаю, что это далеко не последнее наше совместное дитёк, как говорится, академическое. И пусть у нас таких вот книг совместных, работ будет больше и больше. Спасибо. Спасибо, Ольга Вячеславовна. Спасибо за ваше такое эмоциональное и очень подробное, и очень взвешенное такое выступление, которое позволило ещё раз вскрыть вот этот механизм работы авторов и то, каким образом создавался этот самый консенсус, на основе которого и была эта книга сделана, в результате которого она смогла увидеть свет в том виде, в котором она существует. я, когда вы называли имена коллег, с которыми работали и которые были вашими партнёрами по написанию соответствующих глав, я неожиданно для себя вспомнил время почти 20-летней давности, когда в наш институт приехало несколько австрийских учёных, несколько представителей исторической науки Австрии, и среди них был такой худенький молодой человек, такой очень застенчивый, с которым мы познакомились, и он назвал себя Вольфганг Мюллер. Теперь Вольфганг является профессором Института восточноевропейской истории Венского университета, он член-корреспондент Австрийской академии наук, очень заслуженный, маститый историк в Австрии, и он тоже был автором нашего вот этого труда, поэтому я с большим удовольствием хочу предоставить ему возможность сказать, как он оценивает и свою работу, работу своих коллег, и вообще всё, что он думает по этому поводу. Пожалуйста, Вольфганг. Виктор Владимирович, большое спасибо вам. Дорогие коллеги, позвольте мне сказать, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, я с большим удовольствием сюда приехал, потому что то, что мы сегодня здесь обсудим и презентируем, эта книга, это уникальная, это уникальный, совсем уникальный труд, с одной стороны по содержанию и с другой стороны в методологическом направлении. Здесь уже было показано и много сказано о том, что эта книга очень, она не толстая, но очень богатая. Вот эта историческая картина очень богатая. Здесь есть и политические, и культурные, и дипломатические, экономические связи двух стран, отношения между двумя странами во времена сотрудничества, дружбы и конфликтов, а также войн. Это очень долговременное отношение Австрии, как моя коллега, профессор Искрашваз, уже сказала, Австрия была одной из первых европейских стран, вступивших в регулярные отношения с московским государством в 15 веке. С тех пор Австрия часто была союзником России. Историческая Австрия, конечно, это не такая маленькая страна, как сегодня. Это императорский двор, это габбургская монахия, и поэтому эти двухсторонные отношения, конечно, имели гораздо большее значение, чем сегодняшнее маленькое нейтральное государство. Две мировые войны также свидетельствуют о трагических конфликтах между ними. Глава, написанная первым проректором ЭДГГУ Олгой Павленко и мною посвящена периоду от Крымской войны до Первой мировой войны. И Олга уже много говорила, что это было очень, ну, это видно, что в течение пятидесяти лет растут конфликты. Это самый важный конфликт между двумя крупными державами во второй половине XIX века. Между Россией и Германией таких конфликтов не было. Были экономические споры, были идеологические, но таких крупных политических конфликтов, как между Россией и Австро-Венгрией во второй половине XIX века, там не было. И это, конечно, привело к Первой мировой войне. И у нас были разные интерпретации. Это было ясно. Мы много об этом говорили. И Олга тоже уже говорила о том, что как мы попробовали решить эту проблему. И это привело к тому, что мы читали документы. Спасибо архивам за то, что они предоставили все документы. Много-много документов. Мы провели круглый стол у меня в Вене вместе с российскими и американскими, и германскими коллегами. Мы продолжаем дискуссию в этом плане. И поэтому я думаю, что это был очень важный проект. Что касается Второй мировой войны, то тоже уже много было сказано об этом. Преступления оставили глубокие раны. Об этом надо открыто говорить. Это надо. И после войны, и особенно после подписания австрийского государственного договора, отношения между нашими странами развивались позитивно. Виктор уже говорил о том, что как мы первый раз встретились 20 лет тому назад. И, конечно, такая книга, она не пишется в течение одного года. И даже не трех или четырех лет. Потому что опыт и развитие наших отношений это уже вопрос 20 лет или 30 лет. Штефан уже в 90-е годы в Россию сюда. Я только могу говорить об австрийской или с австрийской стороны. Штефан уже в 90-е годы сюда очень часто приехал. Я тоже, ну даже в советские времена первый раз сюда приехал как школьником, но потом как студентом и потом аспирантом и так далее. Мы много работали, сидели в архивах, мы публиковали и монографии, о государственном договоре. Мы сейчас вместе с академиком Штурцем совершили работу на английском варианте. Потом будет еще раз, уже шестое немецкое издание книги о государственном договоре. Может быть, я был бы очень рад, будет перевод на русский язык. Сейчас еще чуть-чуть о методологических вопросах. Уже было сказано, что каждая глава была написана двумя авторами, и австрийским, и российским. Это звучит очень просто, но это совсем не так. Это была очень сложная задача. Но мы, наконец, нам удалось написать совместные тексты, и я считаю, что это очень важно. Иногда и наша книга исключает те вопросы, которые мы не могли согласовать. Это нормально, это совсем нормальное явление, и я надеюсь, что это второе издание не будет, можно сказать, последнее, но еще будет, может быть, третье или четвертое издание. Начало уже положено, и давайте нам продолжить работать вместе. Спасибо вам. Спасибо, Вольганг. Спасибо за ваше участие в проекте. И я вот подумал, что вы рассказали, что первый раз приехали в Россию, в Москву, когда были школьником, потом когда были студентом, потом, когда были аспирантом. Теперь вы член-корреспондент Австрийской академии наук. Мы не возражаем, чтобы на презентацию третьего издания вы приехали в качестве уже президента Австрийской академии наук. Это такая неплохая динамика, мы будем только приветствовать ее. А теперь, сегодня мы представляем, идет презентация второго издания этой книги. Но не было бы второго, вернее, второго издания не было бы, если бы не было первого издания. И вот я хочу здесь в связи вообще с этим проектом назвать имена двух человек, которые очень много сделали для того, чтобы, в принципе, эта книга смогла появиться. Это теперь он заместитель директора Института по изучению последствий войн. из города Грац, Австрии, Петер Ругенталер. К сожалению, он не смог приехать. И присутствующая здесь Мария Петрова. Я уже от имени всей комиссии с большой благодарностью говорю всем, что она очень много сделала в тот самый ответственный период, когда готовилось, создавалось первое издание этой книги. И нужно сказать, что время было, был такой цейпнот, что трудно даже представить и трудно передать словами. Но благодаря Марии Петровой, благодаря Петеру Ругенталеру и всем, кто создавал эту книгу, мы все-таки сумели сделать и первое издание, и теперь второе издание мы представляем. И вот когда готовилось уже второе издание, то наша коллега Мария Петрова тоже внесла очень большой вклад в то, что эта книга так быстро сумела появиться, и мы сегодня ее представляем. Поэтому я с большим-большим удовольствием передаю слово члену нашей Российско-Австрийской комиссии историков, она старший научный сотрудник Института всеобщей истории и член вот этого сочинского диалога, благодаря которому книга увидела свет. Пожалуйста. Спасибо большое, Виктор Владимирович, за теплые слова. Спасибо. Мне бы хотелось вернуться к теме сотрудничества и нашей совместной работы, о которой говорили все, и особенно Ольга Вячеславовна и Вольфганг. Когда мы только начинали проект несколько лет назад, и наши ответственные редакторы, Александр Оганович, к сожалению, отсутствующий сегодня, и профессор Карнер, ставили перед авторским коллективом задачу избежать по возможности двойных текстов, посвященных отдельным темам. И тексты эти удалось нам согласовать и, во всяком случае, представить вот этот самый общий взгляд, и стараясь не избегать самых чувствительных, самых болезненных тем, которые есть в нашей совместной истории. И работа, которая велась над этими текстами, была действительно очень тесной, я бы даже сказала, каждодневной. Выверяли вплоть до цифры, до буквы. Старались поправить все, что только можно было поправить. И такая тесная работа может явиться, стать, можно сказать, потенциальной угрозой для каких-то сложившихся наших отношений, личных связей, поскольку в работе всегда человек как-то проявляет себя. И несмотря на все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться, я даже не то, что смею надеяться, я уверена, что эта работа очень-очень нас близила. Авторов, членов комиссии. Вообще мы просто поняли, что мы такая большая, хорошая команда, в которой каждый выполняет свою какую-то функцию. И действительно мы этим единством, и этим командным духом, мы очень сильны. И, конечно, здесь Штефану очень просим передать привет большой всем отсутствующим австрийским авторам. У нас большое счастье, что есть австрийский десант сегодня, многочисленный, но наши теплые приветы Барбаре, Штельцельмаркс, секретарю комиссии с австрийской стороны, Петеру, Генталеру, главному, так сказать, моему визави. И всем авторам, не буду перечислять, чтобы не занимать время, и всем сотрудникам вашего института, которые нам помогали на самых разных этапах, когда-то с иллюстрациями, когда-то с переводом, когда-то с авторскими правами. В общем, огромное спасибо всему коллективу, Диту Рубахеву тоже. Второе издание, конечно, претерпело, книга претерпела некоторые изменения, были устранены какие-то неточности, что-то было доработано, были расширены частично главы, особенно последние о современных отношениях России-Австрии. Мы довели повествование до середины года 2019, до создания «Сочинского диалога», который поддержал наше издание. Для него были специально куплены дополнительные иллюстрации. И мне бы хотелось поблагодарить, в своих еще словах поблагодарить еще ряд людей, которые имели отношение ко всему этому большому проекту, помимо авторов, о которых уже говорили и Штефан, и Виктор Владимирович, и Ольга Вячеславовна, помимо наших авторов, помимо архивов, помимо австрийских авторов, мне бы хотелось слова глубокой признательности адресовать коллективу издательства «Аспект Пресс» Леониду Викторовичу Шипову. Мы за три месяца, по сути дела, прошли полный классический цикл работы над текстом, на каждом этапе встречая заинтересованность, готовность помочь и пойти навстречу любым нашим пожеланиям. Мне очень жаль, что не присутствует сегодня редактор второго издания нашей книги Динара Джафарова, которая, в общем, задавала какие-то правильные вопросы и так легким пером прошлась по тексту. Я очень рада, что присутствует сегодня первый редактор нашей книги Анна Геннадьевна Матвеева, которая в авральном режиме читала текст первого издания, не знаю, как она его осилила, но осилила, и за что огромное ей спасибо. Еще хотела бы поблагодарить Людмилу Анатольевну Садову, нашего верного помощника по всем австрийским проектам, Василия Сергеевича Дударева, который сегодня тоже очень выручил меня по всяким организационным делам. Отдельно я хочу сказать о нашей первой главе, в которой мы были авторами, Искры Шварц, отсутствующий Кристиан Штепан, Ольга Владимировна Хованова. В нашем коллективе было полное единодушие, никаких конфликтов, никаких напряженных моментов, и основной целью наша идея была ввести читателя в эти самые основные вехи российско-австрийской истории. Особую благодарность, как всегда бегает Мария Дмитриевна Матвеева, мне бы хотелось, чтобы она пришла, не знаю, если там нет ее. В общем, особая благодарность за вдумчивое, очень внимательное отношение к делу. Мне бы хотелось выразить исполняющие обязанности директора, секретариата сочинского диалога Марии Дмитриевны Матвеевой. Это мотор, в общем, сочинского диалога с российской стороны, с которым мы решали все организационные и финансовые вопросы, связанные с выходом книги, с подготовкой презентации, с приглашением, приемом наших гостей сегодня здесь из Австрии. Отдельное спасибо сотруднику секретариата Екатерине Монаховой за помощь в подготовке презентации. И в заключении мне хотелось бы подчеркнуть, что с российской стороны проект по изданию этой книги изначально был некоммерческим. И первое, и второе издание распространяется бесплатно. И поэтому главная наша задача теперь сделать так, чтобы книга стала доступной максимально широкому кругу читателей. Речь идет прежде всего об учителях истории. Мы думаем о том, что мы должны идти в ногу со временем и выложить, наверное, полный текст книги в интернет с тем, чтобы она нашла своих читателей. Но предварительно, конечно, должны урегулировать все формальности, связанные с авторскими правами на иллюстрации. Я надеюсь, мы с этим справимся, и что нас ждет еще немало интересной совместной работы. Спасибо большое. Спасибо, Маша, за ваше выступление. Ну, у нас заранее запланированная такая сценарная часть себя исчерпала. У нас еще есть 8 минут времени. Может быть... Да, пожалуйста. Спасибо, дорогие коллеги. Уважаемый Штефан, уважаемый Виктор Владимирович. Действительно, очень важная встреча сегодня. И состав приглашенных, и участников сегодняшней презентации, или уж не знаю, как лучше назвать это мероприятие. Очень ответственный состав, очень важный. Говорит о том, что каждая такая работа – это событие, не только в России, но и в Австрии. С нашими традициями свободы, демократии – это заметное дело. И сегодня, я думаю, важно еще раз это подчеркнуть. Конечно, у этой книги есть научная судьба, и есть судьба человеческая. О человеческой судьбе уже коллеги начали говорить, выступать. Я хотел бы сказать, что помню Штефана Карнера в 90-х годах в России, организовывающего очень нелегкие, сложные, я бы сказал, контакты с нашими очень нелегкими и сложными архивистами. Хотя эпоха уже была совершенно другая, но установить контакты все равно было нелегко. Думаю, не организуйся этим, сорганизуйся этим контактом, не образуйся они в свое время, было бы очень сложно вести и научный диалог, и архивный диалог, да и человеческий тоже. Поэтому, Штефан, я бы, не преувеличивая и не преуменьшая твою роль в этих серьезных и очень ответственных делах, все-таки ее всегда бы называл и выразил бы тебе от нашего университета, от нашего коллектива персональную благодарность за тот огромный труд в научном ключе, организаторскими возможностями, пользуясь своими, которые ты внес на протяжении уже очень длительного времени для укрепления межгосударственных отношений между нашими странами, между такой замечательной страной, как Россия, и такой замечательной страной, как Австрия. Это очень важно. Редкий ученый, глубокий ученый, как ты, может выйти на такой серьезный государственный уровень. Это довольно редкое явление, и это произошло, это очень важно иметь в виду. Сегодня не раз говорилось о молодежной среде, ну, в частности, мне легче рассуждать о российской. Сегодня нелегкая международная обстановка, нелегкие очень дела окружают Россию, что, естественно, сказывается на самочувствии народа и особенно молодежи. Казалось бы, со всех сторон те, кто хотел бы что-то фальсифицировать, исказить, сказать так, как не принято у нас и прочее. И когда коллективы людей на протяжении длительного времени находят взаимопонимание, издают работы, где многое по-другому, где многое слаженно звучит, звучит как единое концептуальное выступление, методологическое, о чем здесь коллеги говорили, это разрушает стереотипы. В первую очередь, стереотипы молодежи, которые, я думаю, в нашей стране, в Австрии, будут и пятое, и десятое, и большее количество изданий для этой и для подобных книг готовить. Это очень важно сегодня, жить и работать на поколения, которые придут после нас, но формируются сегодня. Не секрет, что многие интереснейшие документальные публикации, которые мы делали вместе с австрийскими коллегами, вместе на протяжении довольно длительного времени, нулевых и десятых годов, и сегодня нашли свое достойное место на полках вузовских университетских библиотек. Наш российский государственный гуманитарный университет не является исключением в этом плане. Тот факт, что публикации документов по важнейшим внешнеполитическим событиям, которые знаменовали нередко цивилизационные сдвиги, вылились в нахождение на страницах подобной этой работы сюжетов, связанной с педагогикой, с методологией, с теорией истории, очень важный процесс, говорящий о том, что люди, которые действительно идут нередко от эмпирического знания, но обладают волей и политической волей, и научной волей двигаться дальше, могут достигать новых академических высот. В высшем учебном заведении, каким является любой гуманитарный вуз, и не только он, и наш вуз не исключение, это очень хорошо видят. Это действительно заметно, это очень важно сегодня. И хочу сказать, что и первое издание книги, безусловно, и второе, найдет очень большой, серьезный, глубокий, без нажима какого-то для направления в учебный процесс этого издания, интерес у наших студентов. Да, эта книга, может быть, не будет в списке обязательной литературы, но она все равно обязательно прочтется, ее будут читать студенты, ее будут читать аспиранты и магистранты, потому что это очень интересно, это очень важно, и вузе, который имеет широкое поле магистерских программ, в том числе и европейского профиля, это просто необходимо. Это просто необходимо. Штефан, спасибо тебе большое. Огромное спасибо. Мы в РГГУ, я в первую очередь, очень хорошо видим и понимаем, как многое было сделано тобою, твоими коллегами, и сегодня продолжается делать, действительно, очень активно продолжается этот процесс. Спасибо большое и огромное уважение к результатам этого труда с нашей стороны. Большое спасибо. Большое спасибо. Это был ректор Российского государственного гуманитарного университета, профессор Безбородов. Я вижу еще одного человека. Могу дать еще две-три минуты. Представьтесь, пожалуйста. Профессор Института права и национальной безопасности нашей Академии Сергей Фокин. Я искал в этой книге один, хотел найти памятник, который символизирует единение после войны. На жестком перевале в Карпатах есть памятник шести австраленгерскими, шести русским офицерам и 351 солдату обеих армий, которых собирали из отдельных могил и в 14-м году сделали захоронение в Карпатах. Я бы посоветовал, чтобы в будущем издании третьего, которое вы планируете, этот памятник, который восстановили карпатские русины в начале 2000-х годов, но, к сожалению, надпись украинские националисты изменили, а подробная надпись о захоронении на этом памятник, посмотрите, в интернете это есть, я специально посмотрел. А вообще-то книга прекрасная и послужит дальнейшему укреплению нашего сотрудничества, а лучше сказать, дружбы между австрийским и российскими гражданами и населением и государственными другими учреждениями. Всем доброго. Доброго пути. Спасибо большое за ваши слова. Мы обязательно это учтем. А сейчас в завершении я хотел бы предоставить слово сопредседателю Российско-Австрийской комиссии историков с российской стороны, профессору Карнеру. Спасибо большое. Это неожиданно, но все равно ответ на ваш интересный вопрос, заметку. Знаете, честное слово, в Галиции, в бывшей Галиции, на Украине и в России есть много таких памятников. Самый восточный, которого я знаю, он находится под Ростовом, там Манич, в равнине Манича. Он посвящен автро-венгерским солдатам, которые были в плену там и погибли, по-моему, там, где была какая-то катастрофа на Дону в 2018 году. Четыре тысячи там похоронены. Спасибо большое Александру Весвородову за твои теплые слова. Я их возьму на себя и раздам моим коллективам, потому что это только совместная работа между нами. Александр Весвородов и его жена, супруга Ира, они были самыми первыми, с которыми мы содействовали в 90-91 году здесь. И мы составили базу данных на более, ну, тысяч 350 тысяч австрийцев. Вместе с Ирой она восприявляла компьютерную группу. И Александр с самого начала нас поддерживал. Потом уже архивы. Я вспоминаю Ваганова. Я вспоминаю Тарасова, конечно, я еще был молодым в эти годы. Я хорошо помню в 90-91 годы, когда мы, по-моему, на четвертом или на пятом Конгрессе народных депутатов, мы в бывшей гостинице Москвы, бывшей, старой, сейчас новая там, конечно, как вы знаете, там мы собрались, собрались, потанцевали. И это были последние месяцы бывшего союза. И картина, картина, которую мы там видели, это была пестрая картина. Все пришли из Узбекистана, из Ташкента, и откуда можно, из разных регионов. Они в их костюмах были, фольклористикой. Это была такая пестрая картина, и заодно ты увидел союз перед тобой. Конечно, мы знали уже, это было после фороса уже, мы знали, что, может быть, скоро это уже рухнет все, но все равно для нас, иностранных, это была очень интересная картина, очень интересный случай. Ну, с тех пор мы начали работать. Это были тяжелые времена, как вы все знаете, 91-й год, 92-й год. Я хорошо помню вашу инфляцию и все, что было. И из-за этого я очень благодарен за всю поддержку, начиная с Весвородовых, потом особенно архивы, а потом Академия наук. И я не скрываю, Александр Чуварьян. Когда мы хоть встретимся, первым вопросом, он является мотором наших совместных работ, он является мотором комиссии наших книг и так дальше, но всегда, когда мы встретимся с Александром Чуварьяном, первый вопрос, какой следующий проект, какой будет? А вот это, вот это. Значит, он живой и он, так сказать, мотором. За это я очень благодарен. Сейчас у него, конечно, хорошая команда, Виктор, Мария Петрова. И остальные, конечно, и потом есть еще Эргаспи, есть Эргани. К сожалению, госпожа Томилина сейчас в отставке, или как я слышал, но передайте ей искренний благодарный привет за все, что она сделала, и все архивы, с которыми мы содействуем. Наша задача сейчас в Австрии состоит в том, тоже издать второе издание. У нас только первое издание на немецком языке. Сейчас мы стараемся издать и второе издание. Это наша задача в этом. Наши посольства, все послы. Последний сейчас наш посоль Эгнер, который, конечно, всегда поддерживает нашу комиссию. Передайте госпожа Крисмай ему обязательно нашу благодарность. Еще летняя школа. Это очень важно, потому что разные об этом говорили, о молодежи. Мы в составе нашей комиссии источнического диалога имеем летнюю школу сейчас. При поддержке РГГУ, при поддержке нашего университета и при поддержке института Бойцмана. Это очень важно. Уже, по-моему, восьмой раз в этом году будет эта летняя школа. И не знаю, Ольга, могу, я бы правил ректор университета, могу ли я это сказать или нет, но если я могу, тогда открываем маленькую тайну. Сейчас мы накануне, или уже начали создать в рамках РГГУ новую учебу, значит, Россия-Австрия и это по калориатам. Это очень важно. Сейчас идет первый семестр, в следующем потом будет второй, а осенью начинается уже третий семестр с нашими преподавателями из Австрии. Значит, ваши студенты имеют возможность глубоко влезть в историю Австрии, тоже на основе этой книги, и с разными преподавателями. От министров, бывшего министра юстиции, так сказать, до, 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 до. Разные будут там преподавать, и мы очень благодарны за эту возможность. Это тоже в рамках сочинского диалога при поддержке вашего университета, Александр Тиве и Тиве Ольга. Большое благодарность, я вижу, конечно, веру здесь, большое спасибо тоже, потому что вы все вместе в одном ректорате, так сказать, вы поддерживаете, спасибо, эту инициативу, это ваша инициатива, конечно, вы поддерживаете вашу и нашу инициативу. Спасибо большое. И самое последнее, я очень рад видеть здесь очень известного профессора из Австрии. Я бы хотел его специально еще приветствовать здесь, господина профессора Пианта Марина, который в Австрии один из самых популярных. Спасибо, что вы пришли к нам, и вам всем, ну, рядом со мной сидит Татьяна Зорина. Знаете, кто это? Это шеф Австрийской библиотеки в Москве. И она поддерживает, поддерживает наши инициативы со стороны студентов, со стороны тех студентов, которые учатся немецкий язык. Спасибо тебе, Татьяна, за поддержку, за твою работу. И на этом я заканчиваю и дам последнее слово Татьяне. Одно слово, если можно, я очень прошу прощения, я очень быстренько. Поскольку мы делали у нас презентацию, это австрийская библиотека, которая территориально находится в здании, в помещении главного здания Московского государственного лингвистического университета. И мы делали презентацию этой книги. И я должна сказать, немножко получается о Лаверды. Вот у нас были практически все предыдущие ваши издания, и они стояли немножко мертвым грузом. Их было достаточно много, это отдельный большой отдел, но после того, как была презентация, вот первого издания книги, сначала на немецком языке, потом на русском мы сделали, во-первых, стали спрашивать все книги. Причем стали спрашивать книги преподавателей из Московского государственного университета имени Ломоносова, из педагогического университета. Поскольку я одновременно профессор МГЛУ тоже, то я стала их активно, не те другие, а именно эти книги, использовать у нас в преподавании. И поговорила со своими коллегами, ну, в частности, с профессором Белозеровым, заведующим кафедрой политологии. И он сказал, да, конечно, это интересно. И вдруг начали приходить политологи. То есть эта книга действительно, я вас с этим очень поздравляю, направлена в будущее. Потому что вдруг ее стали читать, стали спрашивать. Ну и самое последнее, я одну минуту еще задержу ваше внимание. Вот кроме самой книги, вы даже не представляете себе, что значит сегодня, когда мы просто произносим «Профессор Карнер в Москве». У меня сразу в один день раздается 30 звонков. А когда он будет у нас? Потому что все, кто к нам приходят, получают гонорар либо от посольства, либо еще где-то. Профессор Карнер, я уверена в этом, не получил ни разу ни одной копейки, ни от кого за то, что он приходит на 2-3 часа в библиотеку. Он, по-моему, уже в пятый раз у нас будет. Причем вот в этот раз он приехал, как вы понимаете, на презентацию книги. Но когда я спросила его, а мог ли он бы к нам на минуточку заглянуть, он сказал, вот у меня занято вот это, вот это и вот это, но в субботу я найду 1 час. Вот мы будем там-то и там-то. Понимаете, что такое суббота, что такое сессия у студентов и у преподавателей? Вот что это такое? Но послезавтра сначала он сказал это время, потом он говорит, нет, немножко передвинем. Я всем говорю, немножко передвинем. Они говорят, куда угодно передвинем, но мы придем. И мы опять будем рассказывать об этой книге. И это опять книга, которая направлена в будущее, с которой работают, которые ждут, любят и ждут профессора Карна. И спасибо всем авторам. Еще раз спасибо. Это колоссальный труд. Спасибо. Уважаемые коллеги, мне кажется, мы провели хорошее обсуждение книги, всестороннее обсуждение. Получился хороший, открытый, откровенный разговор, в котором Россия, Австрия, вехи совместной истории, это второе издание книги, послужил поводом для более широкого разговора об отношениях историков двух стран, вообще об отношениях двух стран. И этот разговор, самое главное, он был очень позитивный, очень дружественный. И это залог того, что наши отношения и профессиональные, и общественные, такие же позитивные, такие же дружественные, будут продолжаться. Ну, мы уже говорили о том, что второе издание – это не конец. В Австрии хотят сделать второе издание этой книги на немецком языке, ну, а мы к тому времени уже будем думать о том, чтобы собраться и решить, а каким же будет третье издание. Конечно, оно не будет механическим повторением ни первого, ни второго. Там должна быть какая-то новая изюминка, что-то новое. Ну, об этом будем думать и говорить на заседаниях Российско-Австрийской комиссии, ближайшее, которое состоится в июне этого года в Москве, а летняя школа, если все будет идти по плану, состоится в Сарамске. Вот на этом разрешите мне поблагодарить всех, кто принял участие в нашем сегодняшнем мероприятии и пожелать всяческих успехов и в Новом году, который наступил, и вообще в жизни. Всего доброго. Да, Маша Петрова хочет сказать... Вы знаете, вот прибежала Мария Дмитриевна Матвеева, вот она стоит с нашей книгой в руках, исполняющая обязанности директора секретариата Сочинского диалога. Вот спасибо большое вам за все. Спасибо. Наша презентация окончена. Сочинского диалога Сочинского диалога